Медикаменты, постельное белье, одеяло, питьевая вода, средства личной гигиены и многое другое. Гуманитарный груз весом 10 тонн на сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей отправился из Иванова в Крым. Личные средства вложили предприниматели и ивановские блогеры. О помощи в переходный период попросили жители Крыма. Севастопольские больницы прислали большие списки лекарств на сумму 610 тысяч кривен или в переводе на рубли свыше 2 миллионов. Крым с Украиной соединен очень такой тоненькой полоской земли. И через эту полоску идет и лекарство, и вода, и электричество, и газ. И если украинская сторона это перекроет, то Крым практически окажется в полной изоляции. Как мы знаем, вчера уже наполовину снизились поставки электроэнергии в Крым. В Крыму треть страны сидела без электричества. Представьте, как людям тяжело. Фура будет двигаться по территории России до Керчи. Оттуда на пароме груз будет переправлен на территорию Крыма. Ожидается, что гуманитарная помощь прибудет в конечный пункт уже в пятницу. Когда груз туда прибудет, мы туда прилетим, мы поймем, что еще им необходимо, то есть мы их будем поддерживать. Но это цель для того, чтобы, скажем, в следующий груз привлечь других предпринимателей, основных, которые, скажем, у нас в регионе представлены. Ребята из Севастополя также попросили привезти российские триколоры. Флаги в Крыму сейчас на вес золота. По договоренности с ивановцами из Москвы на полуостров будет доставлен огромный 100-метровый флаг, который побывал на Олимпиаде в Сочи и теперь украсит один из российских кораблей.